Мы занимаемся подготовкой учителей информатики в приложении к разным вторым дисциплинам. И стала такая проблема. У нас сейчас активно развиваются, внедряются кванториумы всякие. Появляется необходимость подготавливать учителей, работать с тем оборудованием, которое там предоставляется. А на текущий момент рабочие программы наших педагогических вузов не позволяют этого сделать в должной мере. Особенно это касается 3D-печати. Если там робототехника еще хоть как-то представлена, то с 3D-печатью все очень плохо. Готовить учителей, как правило, надо по двум направлениям. Во-первых, это подготовить их как специалистов в той конкретной области робототехника, у нас 3D-печать. А во втором случае подтянуть методику, то есть научить учить их той 3D-печати. Но мы будем с вами говорить сегодня о первом пункте в основном. Для того, чтобы учитель мог полностью передать свои знания, он должен сам весь цикл подготовки моделей к печати, распечатки, он должен пройти его полностью сам. От задумывания до последних постобработочных каких-то действий. Если мы с вами обратимся к технологическому процессу создания 3D-распечаток, вот он у вас на экране. Причем тут такая специфика. Последние 4 пункта, 4, 5, 6, они либо вообще не подразумевают использование какого-либо программного обеспечения отдельного. Вот настройка печати, печать модели, за это отвечает до ревера принтера. То есть мы здесь ничего не сможем сделать. Постобработка, в школьном случае это вообще ручками работать. Наши пельми, красками, кисточками, лаками. Поэтому мы с вами посмотрим на возможности первых трех пунктов. По поводу подобранного софта. Почему выбрали именно этот софт? Тяжелее всего было бы выбирать кат-систему свободную. Нам больше понравился фрикат, но на момент выбора альтернатив особых не было. Но и показался более удобным, более подходящим. Но там свои проблемы с методическим обеспечением очень большие. Блендер – широко известная программа. Особенно привлекло в нем, во-первых, полнота инструментария, очень широкий и богатый выбор. Практически для 3D-печати он покрывает все 100% и остается еще там немеренное количество возможностей, которые можно на другие курсы пустить какие-то. Те же Квантуриумы обеспечивают создание виртуальной реальности, анимации и так далее. И еще необходимый класс программ. Если первый для этого создания моделей, то второй класс – это непосредственная подготовка моделей к печати. Слайсеров много, свободных много. Мы остановились на куре, потому что она очень дружественна для начинающих. Особенно старые версии. Мы иногда даже старые версии сначала показываем, потом новые только показываем. И в то же время это очень бурно развивающийся проект. И сейчас возможности куры сравнимы со всеми остальными профессиональными такими слайсерами. Пройдемся немного по созданию модели. Есть общие моменты, которые присущи и блендеру, и фрикаду. Оба они умеют работать с твердотильными моделями. Если мы вообще повернемся к созданию любых моделей, мы там проходим несколько этапов. Главное сделать твердотильную модель, а дальше уже от того, куда мы эту модель будем применять. Для 3D-печати достаточно остановиться на твердотильной модели. Да, блендер и фрикад это очень хорошо умеют делать. А вот тут существенное отличие 3D-моделирования для распечатки от 3D-моделирования для той же анимации. Если для анимации нам главное, чтобы модель была красивая, мы на ней какие-то текстурки можем навертеть, поворащать, показать, как-то анимировать, то для печати эта модель должна иметь возможность существовать в действительности. То есть есть такой признак наличия признака манифолдности. С точки зрения математики это означает, что из любого ребра вашей модели должно выходить не больше двух граней. Иначе такая модель существовать не будет, и принтер не сможет ее распечатать. Там очень много всяких признаков дополнительных появляется, в том числе отсутствие дырок в модели. Дети мы говорим так, если вы в вашу модельку сможете шприцом ввести жидкость, и она у вас ниоткуда не вылится, то вот это уже, считайте, можно будет напечатать. Если возвращаться к программам создания моделей. Сейчас практически все серьезные среды создания 3D-моделей имеют те или иные инструменты для проверки манифолдности. Ну и еще один признак существования в нашем мире фигурки это направленность нормальной грани наружу. То есть может оказаться в процессе каких-то трансформаций, что у вас часть грани модели будет смотреть наружу, а часть внутрь. То есть если она из виртуальности не выйдет, это ничего страшного. А вот при печати принтер в этом месте ничего не сможет сделать. Он не поймет, где наружу, где внутрь модели. Поэтому требуется средство проверки. Следующий пункт это у каждого принтера свой объем печати. Поэтому перед окончанием моделирования нужно подогнать размеры. Если оно очень большое, то прямо на этом этапе уже порезать надо будет, к примеру. Потом уже на этапе моделирования мы можем немножко помочь принтеру в будущем убрать острые углы, то есть добавить фасок, добавить каких-то скосов. Также мы можем оценить, насколько нужны наши модели, какие-то мелкие детали, нависающие элементы. Потому что либо мы будем их печатать и потеряем в качестве и скорости печати, либо нам придется поддержки, например, выставлять, что тоже не очень удобно. Бывает, это увеличивает расход материала и скорость печати, и потом обрабатывать их, удалять следы, зачищать как-то. Это тоже неудобно. То есть считается, чем меньше поддержек, тем лучше для последующей сборки модели, но и для печати. И обе среды позволяют экспортировать готовую модель в такой интернациональный формат STL. Но он уже не единственный, можно и в 3DMF, конечно, портироваться. Еще там появляются новые, но STL пока со стандартом остается. Это то, что они умеют оба одновременно делать. Но у них все-таки разная направленность. Блендер предназначен более для художественных работ. Это работа Кот. И если мы готовимся делать какие-то детали, механизмов, то есть те вещи, где очень важны размеры и точность построения, там, конечно, нужно будет к Африкаду переходить. Но в любом случае нам нужна твердотельная модель, а они делаются через булевские операторы, в виде непересечения радости, обязательно выдавливание, возможно масштабирование, повороты зеркала. Это базовые возможности есть в обеих средах у нас. Но поскольку Африкад это все-таки инженерный софт, он позволяет контролировать точность построения модели в любой момент. Для этого используется дерево проекта. К примеру, можно в любой момент изменить каждую конкретную деталь. Кроме того, возможность построения по чертежам. Теоретически в блендере тоже можно построить по чертежам. Но это настолько проблемно, настолько неудобно, поэтому мы максимум, что делаем, мы берем простейшую модельку, делаем ее и в Африкаде, и в блендере, выбирайте. Выбор, кстати, очень интересно тоже осуществляется. Кто дольше работал в блендер, соглашаются в нем оставаться. Возвращаясь к Африкаду. Выдавливание модели по чертежу. Тоже очень важный момент, очень полезный. Проверки на манифолность. Уже говорили, что есть встроенные системы, поэтому очень быстренько. У блендера есть встроенная система команд, которую можно запустить, проверить. Но в результате выполнения манифолности нам здесь покажется, что в одной точке пространства должны быть две физические точки. Их надо склеивать между собой. Кроме того, есть в блендере встроенный пакет инструментов, который нужно отдельно подключать, который упрощенно, более упрощенно работает. Позволяет либо по отдельности проверять критерии манифолности, и другие какие-то возможности про проблему ошибок с печатью. Там даже есть та самая волшебная кнопка. Знаете, кнопка «Сделай мне красиво». Она здесь есть. Она называется «Make manifold». Что касается Африкада. У него поменьше таких возможностей, потому что в случае с Африкадом сделать неотвертительную модель крайне сложно. Поэтому возможностей для проверки мало. Они заключены в верстак-пад. Там есть отдельный инструмент проверки геометрии. Примерно его отработка. Ничего не нашел. Следующий этап, если мы вернемся к технологическому процессу, конвертация модели в СЛ. Все умеют, поэтому вообще все они только рассматриваемые. Поэтому останавливаться долго не будем. Перейдем к этапу дополнительной обработки модели. То, что мы смогли сделать на этапе моделирования, это, конечно же, не все. Поскольку тот же 3D-Tools, они пытаются уже проверить, сколько пластика пойдет на модель, какой объем она будет занимать печати. Но поскольку блендер не связан напрямую с драйверами принтера, это так, грубые прикидки. А вот точные прикидки – это класс слайсеров и вот уже упоминавшаяся Кура ультимейкеровская. Тоже очень быстренько пробежаться. Понятно, что она будет повторять возможности слайсеров, но все-таки Кура позволяет выбрать из достаточно богатого списка предустановленных настроек для разных принтеров. Если вы не находите свой, вы можете задать базовый объем печати, количество экструдеров, диаметр, задать сразу же вручную. Кроме того, ультимейкер сотрудничает с огромным количеством фирм-производителей пластиков. Они активно пытаются попасть в их базу, добавляют информацию, рекламу все-таки. Они добавляют свои материалы сразу же с характеристиками для печати, температур плавления и с ними. У Куры есть куча базовых настроек. Как правило, они нацелены либо на ускорение печати, либо на повышение ее качества, либо пытаются какой-то баланс свести. Но обязательно есть кастомный вариант, когда вы сами что-то подстраиваете. Что можно подстроить? Высоту слоев начального, конечного, верхнего. Как будем печатать, сколько проходов стенки будем печатать, как будем заполнять, каким способом. А от этого, как известно, зависят физические свойства потом распечатки, ее прочность, гибкость и так далее. Можем настроить все вариации скорости, скорость основной печати, ускорение и рывок, скорость подачи, пластик, ретракт, температуру. В общем, все это есть. Также отдельно Кура может работать с поддержками. Причем можно автоматический режим включить, так можно уже самим назначать места, где можно печатать, где нельзя печатать. И самое приятное в Куре для начинающих это то, что она молча, ничего не подсказывая, может исправлять некоторые ошибки печати, и потом даже могут возникать непонимания автора, допустим, и покупателя модели. Автор делал в Куре, у него все нормально, а у покупателя в каком-нибудь кислайсере оказалось одной стенки не хватает. Еще Кура готовит код для 3D принтера и делает некий прогноз, достаточно точный, но не до конца. То есть время печати, объем пластика, печатаемого. Но все равно на принтере это будут другие сроки, а в реальной печати еще вообще третий появится. Вот такой зоопарк программ у нас подобрался для того, чтобы можно было полностью обеспечить процесс печати. Подборка этих программ совершалась для реализации вот такого курса. Вот эта ссылка ведет на открытый. Единственное, что у этого курса есть при модерации, то есть сразу вы посмотреть не сможете, нужно будет, чтобы мы добавили вас как пользователей. Вот именно в такой форме курс ведется с 2020 года. Велся он у математиков, информатиков, информатиков, технологов. Когда он не был выложен в онлайн, он еще велся у информатиков, физиков, там велся в форме полностью других предметов с другим названием. Практикум там были какие-то, либо там фрагментарно по курсам был рассыпан. Вот сейчас мы его собрали в единый такой формат. Что состоит? Я сейчас все-таки неполный курс привожу, там еще один раздел появился, но он нужен именно для учителей. Вот там методическая часть немножко завалилась сейчас. Собственно, как учимся моделировать, учимся печатать. Деление есть на лекции, на лабораторные, предусмотрены контрольные работы, творческие с РС и зачет тоже в форме творческой работы. То есть они в начале семестра выбирают тему, потихоньку в течение семестра продвигаются по этапам создания модельки и потом показывают то, что у них получилось. Курсы рабочие, все методические материалы выложены. В принципе, там даже дано с избытком. Если для школы брать эти моменты, то можно упрощать лабораторные работы. Часть заданий можно в принципе просто убирать. Источники там тоже указаны полностью. Ну и немножечко вот как это выглядит. Вот это основной курс с литературой. Справа у нас описаны разделы, отчетности. То есть ребята видят сразу, могут оценить свои силы и как-то в течение года работать. Если идти по разделам. Вот так примерно выглядит раздел 3D-моделирование. Сначала лабораторные работы, перечисленные по темам лекции. Ну в принципе там вводные лекции, лекции, описывающие каждый этап печати идет. Ну в общем все, сколько их там, 7 штук в этом разделе. Две уходят на 3D-печать. Вот примерно так выглядит раздел 3D-печать. И вот он уже немножечко более уникальный получается у нас. Здесь и лабораторные есть, и семинарские. Приходится готовиться заранее. Ну собственно все остальное уже было сказано. Спасибо. Можно вопросы? У меня пара вопросов. Первый по поводу используемых CAD-систем. Есть проект OpenSCAD. Не пробовали? Нет, мы смотрели из свободных только фрикад. Но поскольку мы очень давно что-то начинали, тогда нам попался только фрикад. Нет, он как бы достаточно старый, но специфически там модели описываются кодом. Из разряда, там как на паскале кубик нарисовать с такими-то координатами, вырезать что-то. На самом деле штука прикольная, если нужно кучу параметров добавить из разряда генератор шестеренок, сколько зубьев. Это отлично, потому что во фрикаде мы это не нашли. И еще вопрос относительно подготовки к печати. Не услышал про правильное позиционирование модели в принтере. Пропустила. Это было вот, могу вернуть слайды, это обязательно рассматривается. Это один из вопросов всегда на зачете. Ой, пардоните. Обязательно дискутируется, как именно ваша конкретная модель лучше будет позиционироваться на столе. А что будет, если мы повернем, сколько там поддержек у вас появится. Ну тут больше вопрос не про то, сколько поддержек появится, а насколько прочно получится. Если крючок горизонтально расположить, там все усилие пойдет на разрыв слоев. Это обязательно смотрится. Можно второй смотрит? Вот эта технология, да? Да, да, да. Вы сказали, что 4, 5, 6 возникли какие-то проблемы. Нет, это не проблема, просто там софта как такового для рассмотрения вообще нет. Ну, в общем-то, да. Я к чему? Я подумал, может быть, вы имеете в виду софт для рассмотрения или драйвера, потому что вот все слайды, которые я увидел, где это было видно, заголовок, это все скриншоты с винды. И вопрос, вы пробовали, они же все свободные, они есть в репозитории. Соответственно, какая-нибудь из отечественных операционок вы используете для того, чтобы... Я подумал, что когда вы говорили про эти пункты, что, может быть, там, не знаю, драйвер для этого, принтер под отечественную операционку нет, но он уже там не нужен. Достаточно сделать эту модель, ставить флешку, или чаще всего у сейчас 3DQ принтеров, там веб-интерфейс к нему по сети подключился, загрузил туда эту модель итоговый с G-кодом и пошла напечатать. То есть вы не рассматриваете, чтобы все-таки перейти на какой-то из отечественных операционок или только использование свободного софта венда? Ну и пока у нас стоит Linux на рассмотрении, но пока на рассмотрении. А так в аудиторию потихонечку проникает Linux и система виртуальных машин. Спасибо. У меня вопрос, меня зовут Валентин. Я достаточно долгое время занимаюсь робототехникой, связанной с 3D-печатью. У меня к вам один вопрос, одно предложение. Значит, вопрос по поводу именно слайсера. Вы используете Ultimaker Kuru, но она некоторые модели принтеров не поддерживает, потому что большинство моделей принтеров, они подставляются с драйверами в основном только на винду. То есть, допустим, какие-нибудь принтеры достаточно, ну, около производственных мощностей с высокой степенью разрешения печати, у них нету своих программных, во-первых, своего программного обеспечения под Linux, а во-вторых, они все равно, они с платной подпиской. То есть как вы в данном случае у себя в лаборатории организовываете курс? Еще раз напоминаю, мы педагогический вуз. У нас нет производственных мощностей, поэтому мы с этой проблемой просто не столкнулись. У нас принтеры, то есть уже приближаются к такому уровню, то есть у вас, допустим, Пикассо или какие предприятия? Зениты у нас стоят, они, собственно, предназначены как раз для бытового использования. Зениты – это в нашем Кванториум. На факультете у нас там даблики стоят, то есть совсем бытовая вещь. И дубликейтер. А фотопримерные не связываете? Увы, только FFF, конечно. Вы рассказывали про Африкад и про создание чертежей в Африкаде. Есть как предложение для того, что, ну, так как в Африкаде… Коллеги, извините, пожалуйста, давайте продолжим в кулуарах. Тут и так было две минуты дополнительных на этот доклад. Спасибо большое. Спасибо. Отвечая на вопрос китайских принтеров, мы специально брали тех, для которых нет ни драйверов, никаких профилей для куры, и просто их можно подобрать.